Студент с РФТИ Тимирлан Абдулин шахматами знаком с трёх лет. В интеллектуальный мир фигур его привёл папа. С тех пор юноша начал развивать навыки в этой игре. До шести лет играл с отцом. Потом меня отправили во дворец детского творчества. Мне там повез мой первый тренер Владимир Александрович Иванов. Он меня как раз научил в шахматы играть. Потом с ним уже ездили на турниры. До седьмого класса Тимирлан увлечённо играл при каждой возможности. Позже интерес угас, но снова возрос в студенчестве, когда стали популярны альтернативные форматы. Сейчас шахматы – это не только традиционные очные и онлайн-варианты. Можно сыграть в шахматы Капабланки, Фишера, Бакхаус и даже партию на троих. Есть из самых, что мне больше всего понравилось, 5D шахматы. То есть получается, там фигуры ходят не только стандартные в шахматах, но ещё могут ходить и в прошлое, и в будущее, и в параллельные миры. Но это намного сложнее. Там развивают очень хорошо память. Нужно вспоминать каждый ход, который был даже в прошлом, и который возможно быть. Шахматы считаются самой интеллектуальной игрой, а гроссмейстеры чуть ли не гениями. Эти люди активно используют кратковременную память и быстро обдумывают разные варианты развития событий при том или ином ходе. Шахматы помогают прокачать концентрацию, скорость реакции и стрессоустойчивость. С ранних лет прерывает чувство победителя. Потому что когда ты выигрываешь, то стремишься побеждать. Также может понравиться и в будущем, то есть стремиться к лучшему результату. Международный день шахмат – прекрасный повод освоить новое занятие. В некоторых странах шахматы вводят даже в школьную программу, чтобы дети, играя, эффективнее развивали интеллект, креатив и навыки стратегического мышления. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.